Всем привет! Сегодня на обзоре будет ресивер Erosky ES16 Mini. Это очень маленький тюнер для приема Т2 сигнала. Он компактный, очень маленький. Ну давайте сейчас посмотрим комплектацию. В комплекте идет маленькое зарядное устройство. Компактное, очень маленькое, выносное. Поэтому плюс. Я выносное всегда считаю плюсом, потому что вдруг сгорит, можно поменять. Также в комплекте идут батареечки обычные китайские. Также идет кабель, миниджек и тюльпаны для подключения к телевизору. HDMI кабеля нету. И маленький миниатюрный пультик. Такой немножко меньше, как в стандартных. Вот видите, лежит на ладошке такой маленький. Но он очень удобный. В принципе, удобно достать до любой кнопочки. Также в комплекте идет мануалочка, где все описано, расписано и нарисовано, как пользоваться, как что подключать, где какие выходы, где какие разъемы. В общем, разберетесь. Ну и вот сам тюнерок. Он, как вы видите, очень маленький. Впереди на передней панели есть выход для USB. Можно подключать флешку или какое-нибудь устройство, карту памяти. Есть вентиляция, корпус пластиковый. Размер. Ну, я говорил, как пачка сигарет. Есть антенный вход. Еще один USB. Можно подключать Wi-Fi адаптеры. Подключение HDMI, инфракрасный датчик, хотя в комплекте нет. Ну и выход на AV и блок питания. Ну, давайте сейчас его подключим к телевизору, отсканируем каналы и пройдемся быстро по меню. Вот мы его подключили к телевизору. При выключении появляется такая заставка. Сейчас вы видите, вот Евроскай. Ну и начинаем настраивать и сканировать. Так, сразу у нас появляется вот такое меню начальной установки. Здесь нужно выбрать язык меню. Питание антенны я включаю, так как у меня наружная антенна. Регион Украина. И начинаем автосканирование. Автосканирование, конечно, в этом тюнере уже я на себе заметил не быстрое, можно сказать. Но пока он будет сканировать, я сейчас еще почитаю и расскажу, какие здесь у него характеристики. У него есть поддержка стандарта в DVB-T2. Поддерживает MP2, MP4 и кодек H264. Отлично он с ним работает. Поддержит выходное максимальное разрешение Full HD. 19-20 на 1080 точек. Возможность загрузки плейлистов для IPTV с USB накопителя. Это очень неплохая функция. Поддержка подключения к сети интернет при помощи USB Wi-Fi адаптеров на процессоре MT7601 и RT5370. Многоязычное меню. Есть первая функция записи телепередач на внешний USB накопитель. Для этого есть два USB разъема спереди и сзади. Возможность просматривать популярных интернет-сервисов, таких как YouTube, Megago, Погода, Новости и другие. Ну, это меню все посмотрим. Функция медиаплеера работает с форматами MKV, MP4, MP, MP3, AV и другие форматы через выходы USB 2.0. Поддержка многоканального звука Dolby Digital AS3. Возможность обновления ПО через выходы USB 2.0. Ну и низкая потребляемая мощность. Вот такие характеристики в этого ресивера. Ну а мы, как вы видите, уже отсканировали каналы. И здесь дальше вот предлагают, если есть одинаковые каналы, выбрать с какой частоты каналы. Более вам удобно просмотреть, потому что вот некоторые областные каналы отличаются. И нужно выбрать каналы своей области, чтобы их подтвердить. Но если каналы повторяются, можете выбрать любой, где сигнал получше. Сейчас быстренько пройдемся по каналам. Вот видите, какие каналы он сканировал. Так, ну здесь каналы как бы повторяются. Вот видите, уже идет отличие. Поэтому нужно выбрать свой областной канал. Вот я, например, вот этот выбираю. И соединяю. И теперь сохраняем медленную. И смотрим на картинку. Картинка, как вы видите, неплохая. Вот этот тюнер выдает отличную картинку. Я подключил к телевизору через HDMI разъем. Поэтому картинка замечательная. Некоторые каналы идут в формате HD. То картинка, а не телевизор, и отличная. Так, ну теперь сейчас посмотрим, какие он каналы отсканировал. Вот как вы видите, вот идет список каналов. Некоторые каналы, конечно, повторяются. Но мы сейчас выберем такой нейтральный канал. И пройдемся по меню. Посмотрим, какое меню и какие функции есть в этого ресивера. Вначале у нас встречает редактор каналов. Здесь можно в этом редакторе каналы удалять, передвигать, перемещать, ставить на замочек или выбрать фаворит кнопочкой 5. Это уже все настраивается, как говорится, на свой вкус. Дальше у нас идет TV-гид. Тоже здесь в TV-гиде есть программа передач на 7 дней. Сортировать можно по LNS, по частоте, по ID, по сервису ID, по названию канала. Ну тоже на свой вкус. Автонумерация LSN есть. Автообновление каналов. Изменение громкости можно выставить, чтобы была громкость на всех каналах. Ну и следующее у нас нужно выбрать формат изображения. Формат экрана авто. Вот максимальное разрешение 10х80, TV-формат. Ну и настройка меню. Прозрачность, яркость, насыщенность, контрактность. И настройка дисплея. Средняя, высокая и низкая. Тоже настраивать под свой вкус. И саундбар включено, выключено. Но инфракрасного датчика нет в комплекте. Ну если вдруг есть, для этого есть настройки. Ну и режим поиска я уже вам показывал. Диапазон поиска, тип поиска, автопоиск ручной. Ну и страна, регион. Также настройка времени через регион, время, таймер сна, установка таймера и включить-выключить таймер. И следующие настройки. Язык меню. Можно выбрать свой язык. Русский, украинский. Язык TV-кида. Язык субтитров. Язык телетекста. Язык аудио. Один. Язык аудио-два. Тоже, если несколько звуковых дорожек, можно выставить. Там первое украинский, второе английский. Ну, кому как удобно. Родительский контроль. Можно задать пароль. Сброс настроек. Вот версия прошивки, версия процессор, как вы видите, не процессор, а информация о оборудовании, версия прошивки и так далее. Обновление ПО по USB и настройка сети. Сейчас мы подключим к Wi-Fi адаптеру. Я использую Wi-Fi адаптер на процессоре RT50T70, но он и поддерживает адаптеры 7601. Так что или тот, или этот. Так, подключаем к моему, моей сети, вводим пароль, желтая кнопочка OK, опускаемся вниз и сохраняем. И наш тюнер должен подключиться к Wi-Fi сети. Сейчас мы это все сохраняем. Вот видите, идет подключение, и появилась такая галочка напротив моей сети. И мы подключены к сети. И идем дальше, смотреть меню. Дальше у нас есть Media Player, который можно осмотреть файлы из флешки, видео, музыку и изображение. Какие форматы я уже вам ранее читал. Есть запись файлов на USB накопитель. Настройка записи. Интернет функции. Первая интернет функция это погода. Как погода у нас показывает на 5 дней. Отлично она работает при подключении к интернету. Сейчас мы видим, она загружается. И вот как вы видите, погода на 5 дней. Можно еще вручную зеленой кнопочкой добавить свой город. И тоже настроить и смотреть в этом тюнере погоду. Следующая функция это YouTube. Сейчас посмотрим, как она работает. Ну, уже проверено, я вам скажу, работает в этом тюнере функция YouTube. Сейчас мы вот запустим. У меня, конечно, сейчас скорость интернета не сильно большая. Но на этой скорости тоже можно смотреть все. Теонет. Так. Вот видите. Загружается YouTube картинка. И видео пошло. Так. Сейчас. Идем загрузка. И видеокартинка, как вы видите, пошло. Так что YouTube в этом тюнерке работает. Дальше у нас есть RRS новости. Не знаю, полезная или бесполезная функция. Но она есть на английском языке. Можно почитать. Есть IPTV. Можно читать. Закинуть плейлист на USB накопитель. И смотреть IPTV телевидение на этом ресивере. Ну, с опыта скажу, работает неплохо. Есть stalker portal. Можно настроить. Если у кого есть логин, пароль, доступ. Extreme portal. Тоже можно настроить. Мега гоу. Мега гоу тоже отлично работает. Есть разделы фильмы, сериалы, мультики. Тиви шоу. Платные, конечно, новинки, вернее, не работают. Так как они платные. А вот старые фильмы, сериалы, мультики. Можно смотреть. Вот как вы видите, я один из этих фильмов запускаю. И картинка пошла. Да, из-за того, что у меня слабый интернет, она запускается не очень быстро. Но мега гоу работает. Так, еще сервисов есть. Иви, давайте его запустим. Так, Иви у нас не запускается. Ну, скажу вам, что Иви в этом тюнере не работает. Поэтому это бесполезная функция. Но в списках она есть. Может, в будущем с обновлением прошивок она и начнет работать. Но на данный момент она не работает. Так что, вот такой тюнерок. Небольшой, небольшие деньги. И принимает неплохо Т2 картинку. Есть интернет функции. Ну, неплохой аппарат. Могу посоветовать для просмотра Т2 канала. Так что, всем спасибо за просмотр. Поставьте пальчики вверх. Кто хочет помочь каналу, нажмите на кнопку спонсировать. Там за минимальные деньги получите очень много.